Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы запускаем серию обучающих видео об авторском праве и как это применимо на практике. Следите за нашими обновлениями, не пропускайте новые видео и получайте новые знания. Итак, вы ученый, который уже публиковал свою работу или только планирует работать с издательством. Знаете ли вы, как авторское право защищает вашу работу? В этом видео мы поговорим об основах авторского права и как оно защищает вашу научную статью. Авторское право – это правоотношения, которые возникают в связи с творением литературы, науки, искусства или музыки. Хочу обратить внимание, что авторское право не защищает идеи, то есть ваша идея должна иметь материальное воплощение. Это может быть написанная статья, нарисованная книга или созданная музыка. Также авторское право не защищает математические концепции, бизнес-процессы и методы. Представим ситуацию. Вам, как Менделееву, пришла в голову гениальная идея. Вы постоянно ходите, думаете над ней, обдумываете, обсуждаете со своими друзьями, коллегами, но на практике вы ничего не реализовываете. Может быть, что кому-то другому в голову пришла такая же идея на другом конце света. Он пошел и написал книгу, или же кто-то из ваших коллег услышал интересную идею, пошел и реализовал это на практике. Хочу сказать, что, к сожалению, ваша идея так и останется идеей, и она не будет защищаться законом. А вот ваш конкурент, который пошел все и реализовал, получит законные права на свое произведение. Поэтому ваши идеи – это ваши реализации. Написав статью, вы должны решить, кто будет обладать имущественными авторскими правами на ваше произведение. Хочу отметить, что первичным субъектом авторского права является сам автор, а в дальнейшем вы будете решить, вы полностью будете распоряжаться авторскими правами, либо часть передадите издательству. В этом случае вы должны для себя понимать на 100%, какие права у вас есть, как закон защищает ваше произведение, и необходимы ли никакие дополнительные юридические действия, чтобы защитить ваше произведение. Да, закон полностью охраняет вашу научную статью. И нет, дополнительные юридические действия в качестве регистрации не являются обязательством, но они существуют в некоторых странах, о чем мы поговорим в следующих видео. Авторским правом в издательском деле защищаются научные статьи, монографии, энциклопедии, сборники, фотографии и многое другое. В отличие от патентного права, которое защищает торговые марки, промышленные образцы, изобретения, дополнительной регистрации, авторское право не требует. Регистрация фиксирует только время создания произведения, то есть на определенную дату определенный человек создал произведение. Важно понимать, что авторское право защищает как вашу статью в целом, так и отдельные ее части. Если кто-то взял часть статьи вашей научной и опубликовал ее под собственным именем, то этот человек будет считаться нарушителем, за что будет нести серьезную ответственность. Не пропускайте новые познавательные видео, пишите ваши вопросы в комментариях или электронную почту, которая указана в описании этого видео и помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.